Какая она современная мама? Она постоянно в движении. У неё на всё хватает сил и энергии. Порой кажется, что для неё нет ничего невозможного. Мама занимается воспитанием и развитием своих детей. На её плечах быт и домашний очаг. Работа и карьера тоже не на последнем месте. А ещё она женщина. Ей нужно быть красивой, модной, здоровой и полной сил. Как всё это успеть? Как совместить такие разные обязанности? Две активные мамы – Алёна Морозова и Юлия Ивлева – решили собрать всю необходимую информацию и поделиться ею с остальными балаковскими мамочками. Девушки устроили большой девичник, уже второй по счёту. Идея мероприятия осталась та же – это информационно-развлекательное мероприятие, чтобы девочки получили. И информацию, которую да, и спикеры отличаются от спикеров, которые были на первом девичнике. Мы учли недочёты какие-то, которые были на первом девичнике и постарались сделать второе наше мероприятие более лёгким, более развлекательным, более информационным, наверное, и не таким концентрированным. По тому потоку информации, который сразу льётся на девушку, мы решили кофебрейком разделить информацию и спикеров. А так-то первое мероприятие у нас прошло очень успешно, и мы на базе него создали второе мероприятие. И очень рады, что много девчонок пришли, тех, кто уже был на нашем первом мероприятии, значит, им понравилось. Ну и опять же-таки пришло очень много новых, да, новых лиц, тех, кого мы не знаем. И это, опять же-таки, показатель непосредственно, ну, нашей... Интересы. Интересы к нашей группе, интересы к нашей деятельности и интересы к тому, что в городе что-то происходит. Да, раскачать людей не очень было сложно. Очень было сложно первый раз решиться, когда у тебя нет опыта, и нарабатывать вот эту вот базу. А девочкам, мне кажется, это нужно, девчонкам это не хватает, и очень многие, если, допустим, какие-то семейные обстоятельства, их не задержали дома, то они с огромным желанием и с готовностью посетили и наше первое мероприятие, и второе. Мы брали те темы, которые актуальны именно сейчас, да, то есть непосредственно, скажем так, в территории мам мы видим о том, что интересна рубрика секса, поэтому не позвать Юлию Булатову с темой, если секс после рождения детей, мы не могли. Мы видим о том, что интересна тема спорта и восстановления, восстановления после родов. То есть, соответственно, мы позвали Дарью Щеглову, то есть с этой темой. Ну и психосоматика детских болезней, которую сегодня будет представлять Анастасия Трибунская, она очень актуальна именно вот в весенне-зимний период, когда наши дети начинают болеть. Когда наши дети болеют, они всегда может врач определить причину, потому что часто это не только медицинская причина, но какая-то психологическая, поэтому Настя нам поможет в этом сегодня разобраться. Ну и, конечно, Ирина Анатольевна Попыкина – это главный врач Центра «Изумруд», который на данный момент рассказывает о профилактике детских болезней со стороны уже не психологии, а именно со стороны врача. Современные мамы очень разные и по характеру, и по взглядам. У каждой свой ритм жизни. Но благодаря таким встречам они находят свой круг общения, знакомятся и узнают что-то полезное. Поэтому организаторы говорят, подобные девичники будут проводиться и дальше. Ирина Анатольевна Попыкина – это главный врач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова